О национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» мы говорим с начальником отдела реализации региональных проектов Министерства экономики Краснодарского края Дмитрием Цаплевым. Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, в Краснодарском крае разработаны три региональных проекта в составе нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Расскажите, пожалуйста, о каждом из них, что они себе представляют в качественном и в количественном варианте. Все совершенно верно вы сказали. В рамках национального проекта существует три одноименных федеральных на уровне регионального. Это три составляющих. Системные меры, адресная поддержка и поддержка занятости. Смысл заключается первый. Системные меры – это общение с предприятиями, участниками нацпроекта, выявление административных барьеров. Хочется сделать жизнь предприятий лучше. Потому что на сегодняшний день многие проблемы либо замалчиваются, либо думают, не считают нужным их говорить, потому что не видят поддержки со стороны государства. В этом же национальном проекте сделано все для того, чтобы скрытое стало явью, так можно сказать. Потому что ряд проблем есть, помимо каких-то административных, есть и проблемы, связанные с дорогами, с коммуникациями, инженерные какие-то. То есть ряд проблем, которые мы о них и не знаем. В рамках этого проекта участники могут заявить об этом. И мы в рамках регионального проекта поставим показатель до 60% проблем решить. Если мы на уровне регионального власти не можем решить эти проблемы, мы их аккумулируем и направляем на уровень федерации. Совместно эти инициативы решаются. Есть уже ряд примеров, которые мы совместно с федерацией отработали. В частности, изначально в рамках национального проекта была предоставлена возможность участникам участвовать с выручкой от 800 миллионов рублей. Благодаря совместной инициативе была эта планка снижена до 400 миллионов рублей. В настоящее время ведется работа по снижению до 200. Потому что у нас в крае очень большой объем субъектов малого бизнеса, которые также горят желанием участвовать. Поэтому мы стараемся сделать все возможное для того, чтобы расширить. Это вкратце о системных мерах. То есть здесь нужно выявить проблемы и постараться их решить. Другая грань этого проекта – это позволить обучаться предприятиям, участникам нацпроекта. Существуют такие программы совместно с внешнеэкономической торговлей, с академией. На уровне Министерства экономического развития была инициатива по программе разработки лидеров производительности. Здесь директора предприятий, топы, выезжают на обучение, повышают свою компетенцию, идут, так сказать, ногу со временем. Рынок идет, развивается. Если предприятие хочет быть конкретно способным, необходимо компетенции, прежде всего, и руководителей повышать. Также есть программа экспортной акселераты, акселераты экспортного роста. Это предприятия, ориентированные на экспорт. Может быть, даже кто-то может такие услуги предоставлять, но не хватает компетенции. Этот проект позволяет эти навыки приобрести, пройти обучение. И результатом обучения не просто будет диплом, а непосредственно уже договор, который идет, так сказать, экспортная сделка. Поэтому очень хорошие отзывы получаем от предприятий, которые съездили. Тут, можно сказать, за руку берут предприятие и доводят вплоть до разработки уже непосредственно договора экспортера, находят импортера. То есть, аккумулируют эту сделку, доводят ее до логического конца. Если говорить о поддержке занятости, это тоже обучение. Это в рамках регионального проекта. Смысл его в том, что Министерство труда занимается его координатором. И здесь именно обучение непосредственно рядовых сотрудников. Потому что, если эти были обучающие программы, настроенные на топовое звено, то здесь обучение направлено именно на повышение компетенции сотрудников. Это может быть вызвано направлением на обучение, ну, реализацией этого проекта. Либо направляются сотрудники, то есть совместно с Министерством труда, со службой занятости, аккумулируются заявки от предприятий, необходимые компетенции, объявляются торги, выходят какие-либо университеты, образовательные организации, которые имеют лицензию на образовательную деятельность, обучают сотрудников. Другая сторона – это предприятия за свой счет обучают своих сотрудников, и потом необходимую документацию сдают в службу занятости, в Министерство труда, и получают компенсации за понесенные затраты на обучение. Самый основной проект – это все-таки адресная поддержка. Здесь непосредственно предприятия получают поддержку от экспертов, консультантов в области повышения производительности труда на своем предприятии. Складывается это следующим образом. Три направления есть. Это при поддержке с Федеральным центром компетенции, региональный центр компетенции, который создан на базе Фонда промышленности у нас в крае, и с помощью консультантов, экспертов, сторонних организаций, коммерческих, так скажем, организаций. Кардинально направления не отличаются. Все идут к одной цели – это повысить повышение производительности труда на 10, 15, 30% относительно базового года. Как достигать? У всех свои инструменты, так скажем, назовем их так, но цель одна. Поэтому направление задано, вектор задан, и уже тут в зависимости от реакции предприятий. Потому что у всех, у Федерального центра свои показатели. Если озвучить их на сегодняшний день, на 2020 год, то у Федерального центра компетенции всего 8 мест. Это 8 предприятий они возьмут под свое управление. Региональный центр возьмет до 20 предприятий. И на экспертов попадает по региональному проекту стоит показатель 10 предприятий. Но мы, я думаю, по возможности при наличии средств, это будет показатель повыше, не менее 23 предприятий мы сделаем. Поэтому здесь вроде бы нужно подумать, но в то же время нет времени на раскачку. Нужно брать и действовать. Поэтому мы всячески рекомендуем предприятиям вначале поинтересоваться. Мы рассказываем все. Мы, Министерство экономики, являемся куратором национального проекта на территории Краснодарского края. Поэтому мы всегда открыты. Мои сотрудники и днем, и ночью готовы ответить на все поставленные вопросы. Мы в одной команде. Мы тут ни в коем случае не выступаем как администрация и предприятие. Мы здесь все на равных. Мы в одной команде и хотим достичь, чтобы, если в крае мы будем показывать результаты, соответственно, аккумулирующий эффект будет и для страны в целом. И жизнь станет наладиться и станет лучше и в других национальных проектах. Потому что не зря говорит и президент Владимир Владимирович Путин в своих выступлениях о том, что национальный проект по производительности труда и поддержке занятости является основным. Он локомотив развития всех остальных проектов. Потому что здесь задача добиться повышения 5% к 2024 году, 5% роста производительности труда по вкладу в ВВП страны. То есть, чем больше у нас будет предприятий, чем больше будет достижений у этих предприятий, соответственно, будут и налоговые отчисления, будет рост заработных плат. И благодаря налоговому отчислению, пополнению бюджета, будут возможности реализовывать социальные объекты, социальные направления, которые заложены в других национальных проектах. Но это вот вкратце, если сказать о каждом региональном проекте, о своей изюминке. Давайте поподробнее остановимся на Центре компетенции. Она выступает как организация-помощник. Расскажите алгоритм действий. Региональный Центр компетенции был создан по рекомендации Федерального Центра компетенции, Министерства экономического развития. То есть, это близнецы Федерального Центра компетенции. Охватить в силу того, что в рамках повышения производительности труда необходимые сотрудники должны обладать необходимыми компетенциями. На сегодня рынок складывается таким образом, что не так много сотрудников, обладающих необходимыми знаниями. Поэтому Федеральный Центр выступает учителем для региональных центров компетенции. Сотрудники, которые набираются в структуру, в штат, они проходят 9-месячное обучение. За это время они приезжают совместно с сотрудниками Федерального Центра компетенции на предприятие, получают необходимые знания, опыт непосредственно уже на самом предприятии. Потом, спустя 9 месяцев, они в это время же ездят в Москву, проходят необходимые тренинги, необходимые знания получают. Также их на базе Федерального Центра компетенции обучают. Они ездят на предприятие уже эталоны, вот в Коврове сделано предприятие. Таким образом, за 9 месяцев они получают необходимый багаж знаний для того, чтобы можно было передать это предприятие. И за 9 месяцев, по окончанию 9 месяцев, они проходят стажировку и тестирование. Ну, на сегодня я скажу, что это довольно-таки нелегко дается. С первого раза редко удается сотрудникам пройти. Поэтому здесь сделано все для того, чтобы были высококвалифицированные сотрудники, чтобы не было стыдно отправлять их на предприятие, потому что все-таки это лицо региона, лицо страны. Сотрудники должны быть мегакомпетентны, чтобы передать свой опыт также предприятиям. Задача их также, получив эти знания, донести до сотрудников. И в конечном итоге задача сотрудников регионального центра компетенции, в частности, как и федерального центра компетенции, консультантов, сформировать рабочую группу на предприятии. И также из этой группы сделать одного квалифицированного тренера, который в дальнейшем останется на предприятии и будет полученный опыт тиражировать среди всех сотрудников, среди всех производственных процессов на предприятии. И сегодня уже в Крае и на базе регионального центра компетенции создана фабрика процессов. Для сотрудников, для участников предприятия национального проекта создана возможность, площадка так называемая, которая дает возможность сотрудникам той или иной компании, той или иной организации до реализации национального проекта у себя на предприятии воплотиться, перевоплотиться, почувствовать себя на месте директора работник может быть. Директор может стать в это время грузчиком должности, кто-то станет формовщиком, кто-то фасовщиком. То есть это разные сферы, разные должности сотрудники, они объединяются в команду и должны на реальном производственном процессе воплотить, понять недостатки, понять излишние работы, излишние затраты, понять, где затрачивается лишнее время. То есть они за один день проходят знания, получают такие знания, которые дают им понять, что нужно все-таки сделать на предприятии, чтобы достигнуть повышения производительности туда. И сотрудники, каждый рядовой сотрудник может почувствовать свою необходимость на предприятии. Кто-то даже не знает, что он думается, он собирает, крутит гайки и ничего не происходит в общем. А благодаря того, что он работает, в аккумулятивном эффекте получается и прибыль для предприятия. Здесь, на месте, на фабрике процессов, это видно, прям пошагово разбирается и очень доходчиво для сотрудников все раскладывается по полочкам. А как то или иное предприятие может стать участником нацпроекта? Какие-то требования существуют к ним? Изначально требования для предприятий, участников, желающих стать, это выручка. Как я уже говорил, это выручка от 400 миллионов рублей до 30 миллиардов. Отношение к базовым несырьевым отраслям. Сегодня это 5 отраслей. Сельское хозяйство, строительство, промышленность, транспорт и с недавних пор жилищно-коммунальное хозяйство. Не должно быть задолженности перед бюджетом по налоговым платежам. И доля иностранного капитала на предприятии не должна превышать 25%. Такие предприятия могут стать участниками. Они регистрируются на сайте производительность.рф. Это сайт, который является отрывной точкой для предприятий, для организации. Они регистрируются, его администрирует Федеральный центр компетенции. Предприятия регистрируются. Они по заочным признакам, по характеристикам. То есть выручка, нет задолженности, нет иностранного капитала. Они отбирают предприятия и дают рекомендации, подходит оно или не подходит. С этого момента появляется роль Министерства экономики Краснодарского края, где мы на основании одобрения можем заключать соглашение о реализации мероприятий национального проекта. Как только заключили соглашение, предприятие обретает статус участника национального проекта. Ему открываются возможности других региональных проектов. Это системные меры, это можно на обучение поехать, можно сказать, какие административные барьеры. Можно отправить сотрудников в рамках поддержки занятости. Обучение, которое я рассказывал, для предприятий и участников нацпроекта бесплатно. Если привести пример, то мини-МБИ сейчас, как лидеры производительности проводят, стоит порядка 2 миллионов рублей на рынке. Для сотрудников, предприятий и участников это бесплатно. Меры беспрецедентные. В это же время из мер поддержки, вот на сегодня, уже запущен с 1 января 2020 года инвестиционный налоговый вычет. То есть предприятия, участники нацпроекта могут воспользоваться, до 90% вложений могут получить компенсацию. На выходе проект закона об снижении ставки, обнулении ставки по налогу на имущество. На этом мы не останавливаемся. Для предприятий и участников делаются привилегии при получении субсидий, субвенций, при участии в госпрограммах. То есть те организации, которые будут обращаться за мерами господдержки, у них будет первоочередное право получения этой поддержки. Если это предоставление займов, то это по льготной ставке. Сейчас в разработке по поручению губернатора было недавно совещание фонду промышленности. Была поставлена задача для предприятий, участников национального проекта. Здесь по сфере обрабатывающего производства, но тем не менее в других отраслях будет, будем к этому стремиться, льготные кредиты по 2% годовых. То есть это очень серьезные меры. Есть на уровне федерации поддержка, это фонда развития промышленности Российской Федерации, там 1% кредиты, но его достаточно тяжело получить. Поэтому мы, чтобы никого не ограничивать, не останавливаться на тех, что есть, мы на уровне региона приняли решение, что можно сделать такую поддержку в виде 2% для предприятий Краснодарского края. Поэтому эта работа ведется, это достаточно мы открыты к предприятиям, слышим проблемы, пытаемся в них разобраться и максимально помочь. На сегодня уже, если взять к примеру, по предыдущему году было обнаружено, вот участник, первый участник, который к нам обратился из перерабатывающей отрасли, обратился, не перерабатывающей, кондитерской отрасли, обратился с проблемой с сильной закредитованностью. Начали разбираться, в чем проблема. Оказалось, что на уровне края и страны в целом кондитерская отрасль поддерживается мало. Было принято решение, губернатором инициатива поддержана, и уже на 2020 год предусмотрено порядка 100 миллионов рублей на поддержку предприятий кондитерской отрасли. Вот такой совместный, можно сказать, механизм реализации этого проекта, он даст объективно хорошие результаты, положительные. Если бизнес будет видеть, что власть также открыта для них, мы будем совместно, думаю, большими шагами, не семимильными, а очень большими шагами идти вперед и помогать тем предприятиям, которые не боятся, доверяют и понимают, что бизнесу нужно развиваться. А если говорить о частностях, как вы считаете, на практике оптимизация производственных процессов может привести к сокращению штата? И не пугает ли это многих производителей? На первый взгляд, конечно, производители, организации, директора боятся заходить, потому что, не разобравшись в проекте, они считают сразу, что добиться можно только сокращением штата. Нет, мы идем к тому, что нужно не людей сокращать, а нужно издержки на предприятии сокращать. Если консультанты заходят на предприятие, видно, невооруженным взглядом даже бывает, что можно, не вкладывая деньги, обычными мероприятиями найти резервы, которые позволят высвободить средства. В частности, это излишние запасы. Почти на каждом предприятии еще с советских времен привычка, что должно быть все впрок. Много излишних запасов, много издержек, много лишних передвижений. Все это анализируется, приводится в соответствие. И уже даже я рассказывал про меры поддержки, которые льготные кредиты, предприятия за этим туда идут. Но уже на предприятии за первые полгода активной фазы проекта находятся резервы, когда предприятия сами начинают отказываться от того, что им не нужно закредитовываться. У них и так хватает. Выстраивается так называемый, выпрямляется производственный процесс от закупки до конечного потребителя. И зачастую высвобождается столько средств, что они даже и сами не представляли, сколько они замораживают. Это выражается, как я уже сказал, в излишних запасах. Столько замораживается средств, которые можно было в процессе пустить в оборот. Также по передвижению, по простоям. Излишнее изготовление деталей делается без анализа. Производится порядка 20-30% излишних товаров. Это также замораживает средства. Здесь стремление идет к тому, чтобы сделать настолько четкую схему, чтобы от закупки сырья до конечного потребителя был максимально открытый процесс и готовилось все практически под ноль. То есть нужно 10 деталей. Есть необходимое количество материалов, есть необходимое количество работников, есть необходимая загрузка потока, на котором здесь достигается к тому, чтобы на сегодня, если смотрим, анализируем 50-60% загрузка как персонала, так и оборудования, станков. Приводится при анализе консультантов, при работе с экспертами, этот показатель доводится до 85%. То есть это практически не то, что нет свободного времени. Свободное время есть. Нет времени, которое не приводит ценности. То есть мы постараемся сделать так, чтобы минимизировать время, которое не приносит ценности для конечного товара. Нужно максимально вкладывать ресурсы в то, чтобы товар максимально был либо быстро сделан, либо минимизирован. Нужно прийти к тому, чтобы люди понимали, что их не будут заставлять работать больше. Их пытаются научить работать качественнее. И в этом возникает вопрос, что нет необходимости сокращать людей. Нужно прийти к тому, чтобы объемы выпускаемой продукции повышались. В этой связи мы рассказываем директорам о том, что не надо бояться, потому что нужно также повышать компетенции свои, повышать компетенции сотрудников. Если люди, да, бесспорно, люди бывают, высвобождаются. Где-то работало пять человек, но из них, приходя на предприятие, двое стоят курят, двое уже куда-то ушли, работает один. Конечно, на таких участках там все прогнозируется, все смотрится, анализируется. Да, там может на этом участке стать два человека вместо пяти. Но эти трое могут пройти по программам переобучения, и они могут быть востребованы на другой сфере своего завода или своего предприятия. Поэтому некоторые предприятия, как у нас преобладает сфера сельского хозяйства, некоторые предприятия нанимают сезонных работников. Когда анализируют своих сотрудников, при должном расстановлении высвобождается порядка 10-15% сотрудников, и даже отпадает необходимость брать сезонных. У них на своем предприятии хватает сотрудников, чтобы закрыть те или иные вопросы. Поэтому об этом говорить преждевременно не стоит. Мы стремимся, чтобы сохранить людей и сделать выработку на предприятии больше. Ну и последнее, можем подвести какие-то промежуточные итоги по у нас проекту «Производительность труда» и сколько в этом году собираетесь привлечь участников? Если говорить по показателю, который доведен нам в федерации, то нам доведено 38 предприятий. Мы для себя не ставим этот показатель как планкой, мы наоборот, ее делаем минимальной. По нашим подсчетам 51 предприятие в этом году мы должны привлечь. Если говорить по предыдущему году, то у нас был показатель 34 предприятия, мы сделали 48. Тенденция положительная по предприятиям видна. Видно, что и руководители стали более лояльно относиться, слышать, просят нас выезжать, просят им показывать примеры. Конечно, когда мы тот год, первый год, рассказывали о том, можно сказать, на пальцах, что будет с их предприятиями, было сложно. В этом же году уже есть примеры предприятий, которые зашли в 2018 году, два предприятия было, в 2019 году зашли ряд предприятий, которые уже на сегодня показывают результаты. Когда мы можем пригласить директоров, и они выступят перед своими коллегами, это воспринимается гораздо лучше. Если говорить о примерах, то есть у нас предприятие «Сервис ЮККМ». Это предприятия в том году зашли, пытаемся сделать его вообще эталонным, показательным, чтобы туда можно было перевозить предприятия нашего края, показывать на их примере, как за довольно-таки короткие сроки, без дополнительных финансовых вложений, можно было достигнуть результатов. Это разобравшись непосредственно в производственном процессе внутри себя, обучить людей, получить какой-то результат. У них, если взять, сократились запасы, не менее 20% они сократились лишние запасы. Время протекания процессов у них увеличилось на 34%. Соответственно, выручка возросла, если мне не изменяет память, порядка 45% у них выросла выручка. Это итог, который эти средства можно дополнительно направлять, инвестировать в развитие, в повышение мощностей, в более инновационные какие-то станки, оборудование. Если говорить о строительной отрасли, производства, это поиска Гулькевичевский, в Гулькевичевском районе, там производство блоков для строительства многоэтажных домов. Коллеги ставили себе показатель нарастить производство, это добавить два потока на три года вперед. То есть за три года они должны были нарастить этот показатель. Они это сделали за год, даже за полгода, благодаря консультантам, экспертам, которые помогли им, как я уже рассказывал, выпрямить этот производственный поток. Когда сотрудники увидели, что они за 3-4 месяца сделали выработку на один блок больше, они ставили это себе на год вперед. У сотрудников стала мотивация такая, что они, соответственно, от этого получают больше заработной платы и больше азарта. Сторонние рабочие видят, что на этом производственном потоке у них увеличилась выработка. Они задали себе вопрос, а почему у нас нет? Начался соревновательный процесс уже внутри сотрудников, внутри предприятия. И это энергия, которая передается, когда есть положительные результаты, конечно, она заряжает и дает свои плоды. Ну и, конечно, все зависит от директора, от собственника, от директора. Если руководитель предприятия заряжен, то можно говорить его об успехе этого дела. Поэтому мы стараемся начать, конечно, с собственников, с директоров. Предприятий гораздо больше, примеров гораздо больше. Мы все рассказываем, делимся, стараемся их вывести, познакомиться друг с другом, провести ряд встреч, ряд конференций, форумов. Открываем глаза тем, кто еще сомневается в чем-то. На живых примерах делать это лучше. Поэтому мы всех призываем, чтобы не бояться, надо действовать, нужно идти в ногу со временем. Чтобы быть конкурентоспособным, нужно повышать свои навыки и участвовать в такого рода проектах. И пусть так и будет. Спасибо вам большое за беседу. Всего доброго. Спасибо и вам. Спасибо. 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 Спасибо.